Оксана Киселева и Галина Никулина дружат еще с институтской скамьи. Женщины уверены, поход в театр – лучшая пища для души. А сопоставлять увиденное на сцене с текстом прочитанных произведений – очень интересно. Этот театр нас еще ни разу не разочаровал. Мы здесь бываем часто, и я ожидаю глубинного понимания этого произведения. Мне хочется увидеть все-таки героя, который сумел в себе что-то открыть. То, что он даже сам не ожидал, может быть, открыть в себе. Как-то удивить и нас, и себя. Знаменитый роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» сегодня есть в репертуаре почти всех театров страны. Русская классика по нраву не только зрителям, но и самим режиссерам. Главная тема постановки эпилог – любовь, которая ведет и спасает. Если вы спросите школьника, который в 10 классе изучает этот роман, чем закончился роман? Все скажут, он раскаялся, поверил в Бога, и все это произошло на каторге. Ничего подобного. Он на каторге не раскаялся, не поверил в Бога. Ничего с ним подобного не произошло до тех пор, пока он не полюбил Соню. Но ты очень из худого рода. На здешние дни ты не выдержишь. Не выдержу. Значит, умру. Все равно. Спектакль насыщен актерскими этюдами и вниманием к деталям. Его будет интересно смотреть и тем, кто знаком с романом, и тем, кто только собирается его прочесть. Следующая встреча актеров со зрителями пройдет 13 мая в 18 часов. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Ксения Баканова, Константин Головин.